Почему эти гадкие ученики меня не любят? Я не понимаю. Я стараюсь для них. Учу уму-разуму, а они мне подстраивают всякие пакости. Вот вчера, например, один из них пробрался ко мне в дом и разбил экран телевизора. Прямо перед тем, как я собиралась посмотреть хоррор, то есть хорошую педагогическую лекцию. Похвально, что вы дома занимаетесь самообразованием, Мисти. Спасибо, сэр директор. Но чего не сделаешь ради моих любимых учеников? А они? Они просто изверги. Вы только представьте, позавчера перед работой я собиралась позавтракать. И стоило мне только отвлечься на минутку, как кто-то подсыпал мне в тарелку невероятное количество соли. Но что, если это были не ваши ученики? Что, если вы сами пересолили, потому что влюбились? Вы ведь говорили, что у вас и новый ухажер появился. У меня по всему дому следы маленьких ножек. Такие могут оставить только эти кривоногие коротышки. Ух, попадись они мне в руки. Я из них шаурму сделаю. Но-но. Подбирайте выражения, Мисти. Это же всего лишь дети. Но что они вытворяют? Вы только послушайте. Они подсунули мне под газету мышеловку. Мне так сильно прищемило пальчики, что я потом целую неделю в носу не могла поковыряться. А вы не ковыряйтесь. Это некрасиво. Красиво-некрасиво. А козочек-то вытаскивать нужно кому-то. Сэр, директор, почему вы их защищаете? Я не одобряю их поступки. Но они говорят, что вы слишком строги с ними. Часто и жестоко наказываете за любую провинность. Не мудрено, что кто-то из них не выдержал и решил вам отомстить. Мой вам совет, Мисти. Подружитесь с учениками. Я вас услышала, сэр, директор. Мне пора. Скоро урок начинается. Идите и держите себя в руках. Да, действительно, пора помириться. Ведь это не может продолжаться вечно. Кто-то должен остановить этот бесконечный круговорот мести. Но не сегодня. Последний раз отомщу, и мы будем квиты. Ты, дорогой мой, иди сюда. Покажи мне свои подошвы. Зачем это? В этом классе спрашивать буду я. Показывай. Ага, понятно. К доске. Расскажи нам, как переводится с латинского языка термин гомо сапиенс? О, ну, кто? Гомо сапиенс. Мы недавно это проходили. Я не знаю. Гомо сапиенс? Это человек разумный. А ты, по-видимому, не очень. Поэтому за незнание я придумала тебе наказание. Будешь писать на доске? Я глупая мартышка. Сто раз. Здорово я сегодня проучила этого мелкого вредителя. Будет знать, что со мной шутки плохи. Я ей этого не прощу. Сама она как дикая горилла выглядит. Нужно ее проучить, чтобы боялась так со мной обращаться. Опять пойдешь вредительствовать в ее доме? А что мне остается? Месть. Это дело благородное. Удачи тогда. Смотри, не попадись к ней в руки. Ну, держись, злая училка. Жди меня сегодня в гости. Чтобы не пропустить продолжение этого мультфильма, жмите на колокольчик. А также напишите в комментариях ваши варианты, как ученик отомстит злой учительнице. Ну и, конечно же, поставьте лайк. Вам же не трудно, в конце концов. Всем пока.